Всем здорова! Приветствую вас на своем канале! Давненько не выпускал новые обзоры и этот ролик будет посвященный на очень актуальную тему Это про одноразки Одноразовые электронные сигареты сейчас пользуются огромным спросом Я думаю, конечно, Айкос более популярный, но одноразки все-таки уже его догоняют Кто-то может скажет, что это плохой тренд, это не прикольно, это не актуально Но я же думаю абсолютно наоборот, что это отлично, что у нас в наше время есть очень большой выбор Вот таких вот менее вредных заменителей сигарет И сегодня я буду тестировать одноразку, которая называется ВИБА Одноразка это очень непростая Ее в Украину завезла очень известная компания Филипп Моррис И этой же компании принадлежит компания Айкос А я хотел записывать реальный первый тест, но я просто не удержался И все-таки попробовал одну одноразку до съемки Пробовал я вкус под названием ГОЛД И первое, что меня это очень порадовало, это как только ты распаковываешь вот эту вот коробочку И первым делом я почувствовал приятный мягкий запах, который напоминает жвачку Хубабуба Ну и она со вкусом каких-то экзотических фруктов Ну а второй момент, который меня также очень порадовал, это же дизайн самого устройства И этом я расскажу очень детальнее и подробнее немножко дальше Вот почему я хочу отдельно поговорить вот именно про дизайн Потому что многие одноразки в дизайне вообще не блещут Но это в принципе и понятно, потому что многие мыслят так Зачем заморачиваться над дизайном в одноразовом продукте? Правильно? Ну в принципе и правильно Им же вы попользуетесь и просто выбросите Но я не разделяю такую логику Заморачиваются же обычно дизайнеры оформлением винных бутылок, кофе Ну и часто просто разных пакетов Тут корпус идет из алюминия, а также софт-тач покрытия Просто приятно его держать в руке Не просто какая-то обычная цветная пластмасска И это уже превращает его из обычного расходника В полноценный прикольный гаджет Ну и это я считаю немаловажно Потому что только так можно выделить его среди сотен одноразок Которые похожие по дизайну, похожие по цвету, по вкусу и так далее Ну и поэтому видимо Филипп Моррис Они решили не создавать очередную цветную батарейку из пластмассы А просто сделал ставку на премиум сегмент Так что ВИБА это действительно что-то уникальное И по-своему это что-то такое необычное Так что переходим к главному Самое главное в одноразках это конечно же вкус Ради вкуса в принципе его же и покупают Вкус жидкости отличается от других Во-первых тут вкус идет без сахара И благодаря этому он не такой приторный, а более мягкий Как я говорил ранее, вкус тут напоминает жвачку хуба-буба Со вкусом экзотических фруктов И он абсолютно не горчит Он идет легонько и приятно, как жвачка Мне нравится, что здесь большое количество пара Почти как у кальяна Сейчас вкусов 9 И они интересны и комбинированы с другими вкусами Например, яблоко, арбуз, мята Либо же черника, клубника и ментол В основном все вкус едут с добавлением ментола Но для ценителей есть также и безментоловые вкусы Приобрести ВИБы можно также и наборами И вам будет более выгодно Потому что вы покупаете 3 штуки по цене 2 И тем более в комплекте будут разные вкусы на пробу Немаловажный момент в ВИБе Это сравнительно низкое количество никотинов В большинстве 1 раза, которое в Украине Идет 5% никотина И это довольно много Например, если пересчитать То выходит, что употребляешь больше никотина Чем с обычных классических сигарет В ВИБе же идет 1,8% никотина И это очень большой плюс Так употребляешь Опять же, меньше никотина И это приносит меньше вреда вашему здоровью Кстати, в Евросоюзе запрещено продавать Одноразки, если никотина больше 2% Вторая по важности вещь Это количество тяг Это одновременно и важное, и смешное Важное, потому что, конечно, всем хочется Чтобы затяжек просто было намного больше А смешное в том, потому что на самом деле Ты никак проверить этого не сможешь Столько там затяжек, больше, либо меньше И поэтому, конечно, на упаковке можно написать Там и 500, и 5000, и 100, 500 затяжек И пересчитывать, конечно же, ты не будешь И внимание, мой личный секрет Как не вестись на маркетинговые уловки Смотрите не на тяги А на объем жидкости И тогда вы увидите, что в некоторых одноразках Заявлено разное количество тяг при одинаковом объеме Например, у Вивы до 600 затяжек и 2 мл жидкости Хотя есть и другие одноразки Которые на те же 2 мл заявляют и больше, и меньше затяжек Это все потому, что на разных заводах Используют разные методы подсчета тяг Ну, я по своему опыту знаю Что многое зависит от вашей затяжки Допустим, ты делаешь большие затяжки То количество тяг будет меньше Если делаешь маленькие затяжки То количество тяг, соответственно, будет больше И еще один важный момент О котором я хочу вам рассказать Лично для меня, может, это не самое главное Но все равно, я считаю, это очень важный момент Это про экологичность В основном, одноразки их выбрасывают куда? В мусорник И мало кто правильно их утилизирует А как знаете, что во всех одноразках В них используют батарейки Которые очень вредны для окружающей среды Но зато, опять же, ВИБА По словам производителя Она на 80% сделана из тех материалов Которые можно переработать И повторно использовать А еще компания Филипп Моррис Она принимает одноразки ВИБА На переработку И все расходы по переработке и утилизации этих материалов Она берет на себя И даже в строй стране Сеть пунктов по приему любых одноразок На переработку Но, в принципе, на этом и все Если у вас остались вопросы Обязательно напишите в комментариях Если успели протестировать этот гаджет Напишите мне, пожалуйста, в комментариях Если сравнивали и с другими брендами Тоже интересно было бы почитать Всем успехов, добра, пока! Субтитры сделал DimaTorzok